Российский Азимут считается самым крупным соревнованием по спортивному ориентированию в стране. Проводится он практически одновременно в десятках городов России. Во Владивостоке местом встречи уже четвертый год подряд становится кампус ДВФУ. В этот раз изучить все тропинки и леса острова Русский решилось более 500 человек. Вообще Российский Азимут зародился в 2006 году. Владивосток сразу же активно включился в это мероприятие. И мы уже проводим в 11 раз эти соревнования на территории Привозького края. Это было не обязательно в Владивосток. Соревнования проходили в городе, находки проводили, проводили в городе Арсеньеве. То есть территория у нас была обширная. Но основное, конечно, упор делаем на Владивосток. Спортивное ориентирование – один из самых доступных видов спорта, которым может заниматься и стар, и млад. Азимут в этом плане еще больше упрощает дело. В этих забегах могут участвовать люди без какой-либо подготовки. Именно поэтому на трассу вышли самые разноплановые участники возрасте от 7 до 75 лет. Кто-то занимается этим всю жизнь, другие же впервые остаются один на один с природой. В прошлом году я попробовала просто пройтись. Была не одна, то есть с помощниками мне помогала именно Федерация спортивного ориентирования, объяснила, как все это делается. А в этом году решила попробовать сама уже как участник и пройти всю дистанцию самостоятельно. В отличие от профессиональных чемпионатов, где карта местности держится в секрете до самого старта, в этих соревнованиях изучить всю дистанцию можно сразу. Получив схематический рисунок кампуса, участники сразу начинают планировать забег. Первый раз участвую в тактике, но постараюсь просто все пройти как можно быстрее и все. Это для меня родное, поэтому я тут работаю и занимаюсь ориентированием много лет, для меня просто. У нас сегодня тактика простая. Найти 13 контрольных пунктов для Ивана Сергеевича и спокойно вернуться на финиш. Нам нужно главное найти и вернуться, вовремя, в контрольное время уложиться. Как отмечают организаторы, российский азимут вырастил множество профессионалов, которые еще в детском возрасте пришли сюда просто ради забавы. А сегодня эти спортсмены уже находятся в списке кандидатов на место в сборной России. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...